здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любани а значит на сколь и в гостях на нашей кухне значит что хочу сказать первым итогом первым я хочу сказать что сегодня мы будем так сказать отвечать на вопрос потому что многие подписчицы спрашивают люба скажите покажите как вы делали начинку которая не вытекает с пирожков потому я скажу как делать начинку но соответственно мы испечем пирог потому что начинка это как будто бы маловато что же начинку переводить пирожки мы уже делали теперь испечем пирог с такой же начинкой но для начала я как всегда спрошу оля ты с нами конечно с вами оглянулся дорога к отступлению закрыта на ключ конечно буду с вами коля я закрываю чтоб сквозняка не было ну а ключ зачем забрала не потерялся дорогие мои ну что ж приступаем потому для начала я сделаю тесто значит так как пирог будет на сковороде и тесто будет немножко особенно хотя и не особенно я хочу сказать не даже не так а мои любимые которые довольно подходит вот именно хорошо подходит хорошо выпекается вот именно это тесто на сковороде без духовки что понадобится надеюсь вы потом догадаетесь к чему это тесто но все же 3 яйца и щепотка соли отправляю и взбиваю венчиком слегка чуть-чуть так сбила чтобы разбить желтки так знаете мне когда-то бабушка говорила что мне венчиком то и венчиков то не было у них там дверилки она говорила что очень хорошо острым ножом они разбиваются на уколе смеются когда я так делаю это что за новшество значит разбили теперь сюда отправляю это мы готовим тесто в тесто я смотрите сами по какой сладости вы любите пирог я добавлю 200 грамм сахара правильно я говорю да 200 грамм сахара и здесь заметьте вот где-то так вот с краешку видно порошочек это ванильный сахар для аромата хорошенько все так собьем но знаете без фанатизма но чтобы немножечко как будто бы растереть скажите сахар нет повести печальнее на свете чем повесть сладкоежка на диете о господи это точно вот так вот несколько там разу протер и не будем разбивать до пены понятное дело у нас еще будет время можно и постараться нет нет значит кефир два с половиной процента жирности но у вас какой будет это не принципиально значит 250 миллилитров теплый я его подогревала сюда же хорошенько все тут вы трусе ничего не осталось всякая хозяйка коля все до хватит там же самое самое есть слегка перемешали на так вот смотрите какой у меня кефирчик хороший такой теперь сюда я отправлю 200 грамм манки вот она манная крупа перемешаем хорошенько сейчас но мы подождем дождем это дорогие мои смотрите какой красивый цвет получился да значит по желанию я вам скажу я добавила чайную ложечку куркумы для чего для того чтобы цветами потому что яйца не сильно оранжевые желтоватые потому будет красивее цвет пирога но это уже для цвета вкуса никакого особо просто цвет хотите добавляйте хотите нет вот именно вот сюда видите какой желтенький вот значит все прекрасно знаем что манка должна набухнуть потому минут на двадцать а то и на полчаса манку отставляем в сторону поля это сырое его нельзя трогать сейчас проверим не трогать так а теперь что будем делать дальше ну теперь конечно же наши так сказать начинка для пирогов 500 грамм яблочек нарезанных вот они смотрите немножечко оставила специально с кожурой так что и такие такие нарезаны вот так вот видите какая фракция вот или так сказать видно до 50 грамм будет 1 на 500 грамм очищенных яблок нам понадобится 50 грамм сливочного сахара сейчас я отправлю сливочного масла сливочное масло прошу прощения я хотел сказать и сахар еще значит сливочного масла 50 грамм отправляем на сковороду разогреваю и туда же отправлю яблоки потому ждем все покажу а тебе колечка спасибо что подсказал я вообще умница итак яблочки смотрите вот начинают жариться да вот шипят вот маслечко растаяло апреля и сахара значит сахара 150 грамм опять же сахар зависит от того какие у вас сладкие или кислые яблоки потому можете добавить 50 грамм 100 грамм это на ваш вкус и сейчас хорошенько будем так перемешивая обжаривать яблочки немножечко как так знаете ну чуть-чуть они протомятся и сахар растает потому ждем итак смотрите яблочки вот так видите протомили они набрались такой вот сахара вот этой сахарной такой сиропчик а видите вот на дне практически они сок пускали ничего нет теперь я сюда добавлю сейчас одну секундочку то сколько грамм 100 маленькие то не обязательно не добавлю для цвета можете добавить сливы что знаете чтобы не были можно вообще ничего добавлять это уже чисто так вот сейчас еще обжарим их одну минуточку покажу что будем делать дальше а пока ждем итак смотрите вот так вот обжарилась малинка с яблочками это пропис протомилась буквально минутку теперь я беру крахмал вот он коля видно мне видно ну смотри чтобы было зрителям видно столовая ложка крахмала и грамм 100 водички хорошенько сейчас это все перемешиваем оно хорошо растает и отправляем сюда же в эту нашу ну скажите в сковороду вот так вот к нашим фруктам сейчас секунду покажу коля не уходи никуда ладненько вон он и бахнет поля не боись и такой большой вот так вот помешиваем вот так вот заливаем все видите ну и сейчас немножечко опять же про кипятим будем говорить как пару минуточек пару минуточек вы видите когда появится вы как киселек вкусно будет и красиво ждем ждем и так обратите внимание смотрите вот он уберется как коржом видите жидкости на дне нету он такой как кисель знаете вот я когда наш внучок был поменьше и макдональдс это было в диковину эти было времена такие давние так как ему уже сейчас 13 лет потому так я хочу сказать что пирожки вот я вот именно с такой начинкой мы брали вот мы раскусили макдональдс дорогие мы теперь мы должны дать начинке на 6 но за это время чтобы не гуляла не я не вы мы должны подготовить сковороду для того чтобы выливать тесто значит сковорода у нас 26 и диаметр 26 сантиметров застелила пергаментом сейчас смажу бачка а потом будем продолжать потому ждем это будет очень очень быстро и так я думаю манка наша разбухла а если нет это ей считается потому что что мы можем сделать значит выливаем полстаканчика где-то 100 грамм 120 посмотрите растительного масла больше меньше чуть чуть-чуть это уже там на ваше усмотрение перемешиваем немножечко ну так слегка-слегка вот перемешали и сразу буду добавлять муки у меня тоже муки сейчас секундочку 200 грамм отмеренная стаканчика мука ну а там посмотрим вам скажу больше меньше какое тесто должно быть потому как мука разные разные влажности значит в эту муку я добавляю чайную ложку соды вот она сейчас я вот так вот перемешаю вот и буду ложкой не всю сразу бухну как говорится так частями буду добавлять и перемешивать и так дорогие мы смотрите вот такое тесто получилось значит муки больше не добавляла ни грамм очки вот то что было 200 грамм значит получилось так 200 грамм анки 200 грамм муки вот можете делать с одной мукой но мне это нравится больше не знаю почему не такой вот именно вкус нравится значит теперь мы зрительно а там как получится половину муки муки господи половину теста отправим на сковороду ты пока дели я люблю делить много да я знаю но и зрители зрительницы жалуются что вы с нами делаете выпечка за выпечкой уже скоро в двери там будем не будем проходить девочки внушите себе простую истину если и много сладенького это не значит что я буду толстенькая это значит что я буду сладенькая и красивенькая а вообще убирайте банахом двери вот это проемы раньше были шить двойные и нормально будете проходить когда худенько в один проем когда нет сразу два потому ничего страшного теперь же школечка я уже закончила значит смотрите половину разделила как умею теперь выкладываем нашу начиночку суперовой но вот смотрите но хочу заметить что до краю как говорил будько вы нас очень частенько сравниваете но не все конечно но до краю не доходим смотрите вот смотрите-ка коля ты показал вот видите чтоб тесто которое сейчас будем заливать а ну конечно не очень остыла наша это начиночка но ничего страшного лучше тесто подойдет и так вот по кругу хорошенько выкладываем смотрите вот так выложила а теперь аккуратненько буду ложечкой потому что надо чтобы везде попало растягивать заливаю остальным тестом так покрываем хорошенько наше вот это так сказать начиночку такой вареничка вкусная итак дорогие мои смотрите огонь самый-самый минимальный можно еще такой фитилек лишь бы лишь бы значит смотрите как я умеленько поделила потому и вас так сказать учитесь делить значит себе больше смотрите не успели разложить тесто как уже такие булочки появляются до суда работает значит надо сроченько отправлять в тепло накрываем крышечку на расстрел коля господи ну молодец дорогие накрываем крышечкой значит да будет стоять на огне на таком маленьком минут сорок я вам скажу потом ну где-то так 30 30 40 минут вы будете видеть когда подтягивается все значит крышечку когда будет испарено вот здесь вот обязательно протеряем чтобы не капала на наш такой вкуснючий пирог потому что ж поехали итак дорогие мы смотрите вот так вот прошло полчасика я смотрю что пора переворачивать прохожусь вот так вот ну там не видно такое румяненькое классно видно немножечко да потому серединка конечно будет еще сыроватая вы же прекрасно понимаете что его надо еще с другой стороны подрумянить видите а краешечки такие вот если попробовать так уже слегка-слегка так цепляются видите значит накрываю как обычно накрываем пергаментом можно смазать растительным маслом немножечко выкладываем на тарелочку будем делать коля сальто мертоле у меня такого не страшно дорогие монеты на на поменяю боя боюсь она у меня скользит коля меня стоим сальтошу вот так вот давайте сделаем вот таким образом есть вот а теперь аккуратненько отправляем сюда же конечно сейчас все поровняю 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 все пойдет по плану вот так вот это не страшно потому как низ обычно знаете получается как сказать немножко шире чем вверх сейчас все вам покажу снимем все наши вот эти вот полосочки смотрите пирог как будто бы присел это потому что у него же там начинка но во время того как вот смотрите все подровнялось все отлично на этой стороне как сказать на обратной стороне он будет выпекаться минут 10-15 потому ждем обязательно проверяем шпажка и под крышечкой ждем и так дорогие мои смотрите ой с пылу жар как говорят наш пирог готов значит сейчас я рисковать не буду хочу заметить обязательно проверяем шпажкой дорогие мои шпажкой потыкали везде должна быть сухенькая ну кроме как есть начиночка потому что смотрите как нагрев сковороды разные потому и время может быть разные вот на одной стороне 30 минут и на следующий может быть не 10 не 15 аж 25 лучше проверяйте чтобы не было сыром и что же переверну вот это нам такая старелочка прекрасно подойдет смотрите вот есть поля я молодец смотрите снимаем вот этот наш листик так сказать вот видите он немножечко снялся был было немножечко не так не так он всегда получается как хочется правильно вот он есть понятное дело что так будет неудобно разрезать потому мы его сейчас вот так вот это убираю тоже чтобы ничего не мешало горячий попробуем разрезать не будем ждать времени нету но покажи поля какой он пышненький хорошенький вот нет я потом по нему сейчас я разрежу вот так уже помаши режется отлично такой знаете мягенький супер начиночки много я себя не обделила это к не маловато для себя хороший такой кусмельчик отрезал я же хочу чтоб серединку показать хорошо сейчас потому что там начинка наша она цепляется наш на яблочко если где-то попала вообще конечно в идеале вы сами понимаете что горячие реже только люба это это конечно меня есть такой вот здесь подровняю и все покажу всю красоту потому что начинка сама по себе она же должна еще застыть потому я так хочется о чем коснути там пусть мы смотрите много начиночки на ведь она как будто бы жидковатая да но это тоже ли которые как кисель и которые сейчас перу госты нет и это начиночка вся такая немножко схватиться потому это очень вкусный аромат что еще хотела сказать дорогие мои значит смотрите в яблоке можно добавить корицу кто любит корицу добавляйте я добавляю через раз раз добавляю раз нет потому что у меня есть кто любит корицу а кто не любит значит вот наши коржи вот они видите влажные коржи такие вот а это все начинка начинки много начинка укусная говорила моя мама только же видите очень горячо все вот это днище как не днище господи вот выразилось дно которое вот особенно с той стороны оно такое слегка хрунтящее жизненное наблюдение если ваш пирог кто-то скушал значит вы не одиноки точно дорогие мои вот видите уже так потихонечку от начинает застывать вот это вот это все яблочко все равно все застынет просто не режьте как я ждите пока застынет немножечко коржи вот такие вот поменяли тоже цвет от маленьким коля это так вкусно боже сейчас не сомневаюсь дорогие мои рецептом поделилась нам главное было показать вам как делаем начинку но чтобы начинка не было пустой ниже не выбрасывать потому и испекла быстренько пирог хочу заметить печется легко просто главное не волноваться потому заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайки если не жалко пишите комментарии мы обязательно ответим а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нами всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания